Приветствую вас, аноним, я прочитал ваш вопрос, и, ну, наверное, начать надо с того, чтобы отметить вам, собственно, на то, что вы выдаёте. Есть ли у меня повод для сомнений, или я, правда, себя накручиваю? Ответ, как это не парадоксально будет звучать, утвердительный и на то, и на другое. То есть вы имеете, значит, основания для сомнений, к сожалению, потому что химия действительно может вернуться. И, да, вы себя накручиваете. Это так же верно, как и, соответственно, первый момент, первый аспект. Вот то, что ситуация вам не даёт покоя, куда более интересно. Это говорит о том, что вы, вероятно, склонны к тому, чтобы ревновать, а это, в свою очередь, свидетельствует о том, что вы не уверены в себе, значит, боитесь остаться один, то есть вы боитесь одиночеству, у вас есть страх, есть страх остаться одному, Страх, что, к примеру, девушка ваша от вас уйдет. У вас, возможно, есть проблема с реализованностью. То есть вы, ну, недостаточно реализованы. То есть недостаточно раскрываете себя, свои индивидуальные черты, скажем так. Вот. Вы склонны к тому, чтобы сравнивать себя с другими мужчинами. То есть вы склонны к сравнению, что говорит о том, что вы себя, к сожалению, таким, какой вы есть, до конца, по-видимому, не принимаете. И вы относитесь к сексу как-то очень негативно. То есть, видимо, у вас в семье, возможно, были случаи, были инциденты, когда имело место быть какое-то недоверие, какой-то обман. Вот, возможно, были измены, и вам, соответственно, кажется, что вам тоже могут изменить. То есть зачастую это возникает, когда у матери, вот, ну, несколько искаженный образ, несколько искаженный образ мамы, скажем так. То есть вот такой классический, практически хрестоматийный пример данной ситуации, это когда ребенок ночью заходит в комнату мамы, а там стоят, ну, чужие незнакомые ботинки. Он говорит, что, типа, чьи это ботинки, и она говорит, да, ничего, тебе показалось, тебе показалось, это не было никаких, не было никаких ботинок, тебе приснилось. Вот. И вот эта вот недосказанность, вот эта вот недосказанность, да, она со временем остается. То есть вы хотите себя обезопасить, вы хотите быть уверенным в своей девочке, но здесь сложность в том, что в вопросе отношений уверенным нельзя быть никогда, потому что отношения могут закончиться в любой момент. Вам нужно принять вот эту природу человеческих отношений, что отношения не ради безопасности, не ради определенности отношений, а ради другого человека. То есть вы вступаете в отношения, стремясь, стараясь сделать человека счастливым. В данном случае свою девочку стремясь сделать счастливой. И, как бы, если, предположим, она вам изменит, допустим, то это будет означать только, что с вами она не счастлива, и измена, по ее мнению, могла бы сделать ее, ну, более счастливой. И избытывать грусть по этому поводу, да, нормально, но бояться и накручивать себя, пытаться контролировать ее. Это говорит о том, что вы через данные действия пытаетесь компенсировать некие свои собственные проблемы, которые у вас есть, которые я исключительно в общих чертах озвучил. Вот, понимаете, какая штука. То есть, на мой взгляд, вы совершаете такую, знаете, ну, классическую ошибку, когда пытаетесь быть единственным. Здесь важно быть не единственным, здесь важно быть последним. То есть, важно раскрыть себя перед девочкой целиком и полностью, важно показать, какой вы, чтобы девочка видела вас, чтобы она видела, кто перед ней, и представить ей выбор, с кем будет, с вами или с другим мужчиной. Вот и все. И на выбор повлиять вы не можете, если она захочет вам изменить, она вам изменит. Это, если не с этим мужчиной, то с кем-то другим. Понимаете? То есть, как бы, здесь важно, чтобы вы именно, именно старались раскрыть себя ей, раскрыть себя перед ней, чтобы она понимала, кто перед ней, чтобы она понимала, какой вы. И уже делала свой выбор каждый день, ну, то есть, понимаете, каждый день человек делает выбор, находиться вместе с кем-то. И, однозначно, этот выбор может измениться, это нормально. Понимаете, в чем дело? Другой вопрос, почему вас это волнует, да, насколько сильно вас это волнует. Это вот уже, я бы сказал, да, совсем, ну, совсем другой вопрос, на который вам нужно найти ответ. Вот. Потому что это проблема, как бы, она кроется, кроется, к сожалению, в вас. То есть, это проблема, вот, уверенности в себе, да, сравнения себя с другими людьми, это, к сожалению, чисто ваша проблема. Проблема вашей личности. Вот. Девочка здесь ни при чем. Вот. Что вы можете сделать сейчас? Сейчас вы можете просто делать для девочки все, что хочется. Все, что вы можете для нее сделать без вреда для себя, сделайте. В этом нет ничего плохого. Если она захочет быть с кем-то другим, она будет. Что бы вы ни делали, как бы вы себя не видели. Если она не захочет быть, она не будет. Понимаете, какая история. То есть, есть объективно вещи, есть объективно вещи, которые не зависят от вас. Есть объективно вещи, на которые вы повлиять не способны. Но есть объективно вещи, которые могут указать именно вам на то, что с вами не совсем все в порядке. Что вам нужно предпринять некие шаги для того, чтобы все было хорошо у вас. Не у девочки, а у вас. Потому что девочка будет счастлива только в том случае, если вы будете счастлива. Вы будете счастлива только в том случае, если вы будете относиться к себе тепло, с заботой. Если вы будете заботиться о себе, если вы будете думать о себе, если вы будете реализовывать себя. Вот это то, что предельно важно вам здесь понять. Понимаете, на мой взгляд, у вас нет такой, знаете, острой формы ревности. Но есть неуверенность в себе, да, есть проблемы, которые я озвучил. И, соответственно, можно, можно вам помочь, если вы этого захотите. То есть можно с вами поговорить и можно решить эту проблему, да. Вот. Но, понимаете, если девочка будет вас успокаивать, говорить о том, что у нее только теплые чувства, то волей-неволей она будет думать об этом мужчине, как о ком-то, с кем, возможно, построить отношения. Немножечко такой, немножечко такой истории, которую я, ну, которую можно расценить, да, как вот эти, как потакание вам. Если вы хорошо подумаете, если вы хорошо подумаете, то вы увидите, что, казалось бы, вот, казалось бы, казалось бы, девушка безумно любила этого молодого человека. Казалось бы, казалось бы, и он, казалось бы, тоже ее любит. Но почему же, почему же возникает тогда вопрос, они не стали вместе? И кто вам сказал, что со временем эта ситуация изменилась? Ведь любви, а не друг друга, подходя бы они друг другу, они бы были вместе. Не всегда одних чувств достаточно для того, чтобы быть вместе. И я бы сказал, что вам здесь нужно смотреть немножечко шире той ситуации, которая происходит. Допустим, девочка ваша действительно может вам изменить с этим молодым человеком. Важно понимать, что это, что изменяет она не вам, а изменяет она себе. Важно понимать и не принимать на свой счет то, что она делает. Это вообще главное, что вам нужно для себя увидеть, не принимать на свой счет то, что делает девушка. Вот. И, со своей стороны, просто делать все возможное для того, чтобы она была счастлива. Но если все таки, все таки произойдет измена, то относиться к этому нужно очень осторонне. Не торопиться сжигать мосты. Не торопиться рвать отношения. Может быть, наоборот. что, изменив вам, девушка поймет, что, ну, что вы ей на самом деле нужны. Понимаете? Может быть, и будет именно так. А может быть и нет. Этого на самом деле никто наверняка сказать не может. К сожалению. А может быть и, к счастью, кто знает. В любом случае, именно так обстоят дела. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok